Вопрос 1272, 4 тонн. Почему не помогает глубоко понять религию наши современные религиозные миссии, конфессии? Даже не достучишься в заочной библейской школе, кто такие ясновидящие и яснослышащие? Отвечает Игнатий Лапкин. Вы берете только ясновидящих, а сколько их всего? Тысячи и легионы. И все эти служители страны не только не ясновидящие, а полностью слепые и незрячие, и не яснослышащие, а полностью они глухие и немые эти люди, ибо в них бес залез. Марка 9, 25. Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему, Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него. Знать о них все и неполезно, и вредно. И Бог запрещает познавать их глубины. Откровение 2, 24. Вам же и прочим, находящихся в Феотире, которые не держат сего учения, и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказывают, что не наложу на вас иного времени. Иоанн Златоуст, как и древние пророки, всю эту бесовщину, Нострадамус, Ванга и прочие, называют болевотиной, которую они изрыгнули. А ты подбираешь, садишься за стол и начинаешь пожрать эту мерзость. Книга-притча 26, 11. Как пес возвращается на болевотину свою, так глупый повторяет глупость свою. Исайя 19, 14. Господь послал в него дух опьянения, и они ввели Египет в заблуждение во всех делах его, подобно тому, как пьяный бродит по болевотине своей. Исайя 28, 8. Ибо все столы наполни отвратительную болевотину, нечистого места. 2 Петра 2, 22. Но с ним случается поверный пословица. Пес возвращается на свою болевотину, и вымытая свинья идет валяться вблизи. Иоанна 9, 39-41 стих. И сказал Иисус, «На суд пришел я в мир сей, чтобы не видящие видели, а видящие стали слепы». Услышав это, некоторые из ферисеев, бывших с ним, сказали ему, «Неужели и мы слепы?» Иисус сказал им, «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». В наших книгах «Открытым оком» вы найдете ответ на полторы тысячи вопросов. От себя добавим сейчас уже на более четырех тысяч вопросов. Это означает, что у вас кругозор расширится, притом только за счет Священного Писания и Святых Отцов Православной Церкви. Прочтите, и если будут какие вопросы, можете задавать. Нужно согласиться с тем, что Дух Святой открыл уже людям, чтобы не надумевались своими знаниями, ибо в очах Божьих все выглядит иначе, чем у людей. Лука 16, 15. Он сказал им, «Вы выказываете себя праведниками перед людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость перед Богом». Откровение 3, 18. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была твоя сормота наготы твоей, и глазной мазью помочь глаза твои, чтобы видеть.